Я рад всех приветствовать, кто опять заглянул на канал. Итак, вот хотелось бы разобрать проблемы именно с моделями и программой MixamaFus, вот этот. Ну и также с качанными программами. Здесь вы можете, я уже показывал где-то года полтора, наверное, за эту программу. Здесь вы можете сделать своего персонажа полностью и сохранить его в FBX или в BOPS формате. Давайте что-нибудь сделаем. Вот выбираем, допустим, голову. Потом вам программа выдает тела. Так, давайте я, чтобы не компрометировать YouTube, поставлю сразу сливчиком. Потом мы выбираем, допустим, ноги. Ноги вот эти, наверное, возьму. Так, вот ноги вставлены, руки теперь вот эти можно вставить. Тут есть руки зомби, всякие мультяшные руки, качков и так далее для мужских персонажей. Длинные вот руки. Это вот нам не надо. Как вернуться? Находим арм и вот эти три руки поставим. Это слишком длинные. Здесь, кстати, можно их уменьшать, настраивать длину ног, талию делать толще, меньше. Сейчас я вам как-нибудь это по Берикому постараюсь показать. Итак, вот есть у нас персонаж. Также вы его можете здесь вот голову выбрать, другую. Здесь вот зомби опять же есть. Потом вы заходите вот в кастомизацию, выбираете, допустим, тело. И здесь регуляторами регулируете именно вот. Можно, давайте посмотрим. Талию надуваете, ее вот можно сделать потоньше и так далее. Не буду на этом останавливаться, это вы сможете сами потом посмотреть. Также вы можете персонажа здесь одеть, добавить ему, ну, допустим, платье. Сейчас подгрузится текстура тоже. И вот получается у вас вот такой персонаж. Так, мне платье не понадобится. Мне нужен именно вот такой персонаж полностью. Заходим, находим импорт. Так, импорт и импортируем это. Так, экспорт, пардон. И в вовш формате стоят галочки экспорт in new folder и remove. Вот это, короче, вы здесь прочитайте. Я на английском двоечник, короче. Так, нажимаем ОК. Нам предлагает программа сохранение. Сохраняет она именно, создает папку. Ну, здесь у меня название уже есть. Копировать. Допустим, вставляем вот сюда название Mixama. Ну, и пусть будет третья папка у меня. Всё, идёт сохранение. Программа нам больше не понадобится. Словом, вы можете её установить. Здесь можно делать персонажи классные. Выбирать вот текстуры. Допустим, выбираете тело. Меняете цвет кожи. Можно вот потемнее поставить, где-то посветлее. Можно красную кожу выбрать, наверное. Вот, да. Ну, словом, вот экспериментируйте. Так, это нам больше не понадобится. Я это дело всё закрываю. Итак, следом идёт программа Blender 2.91. Удаляем куб. Делит на клавиатуре. Итак, свет, камеру можно... Давайте я тоже удалим. Делит. Разберём теперь косяки по этой... По импорту в программу Blender. Так, находим файл. Находим импорт. Находим теперь общ формат. Десктоп. Находим ту папку, в которой у вас установлен персонаж. Это импорт. Получается, персонаж у нас, вы видите, что большой. Его нужно S. Сейчас английское уменьшить. Так, единица на нампаде. Прибавляем. Так, через Alt. Смотрим, что да как. Прибавляем. И включаем видимость текстур. Вот у нас, вы видите, как отображается наш персонаж именно в Blender. Он просвечивается. Как это дело устранить? Давайте рассмотрим. Выбираем персонажа. Заходим в материалы. И мотаем вниз и находим тест-сеттинг. И Show Backface можно отключить. Отключить. Вот теперь у нас нормальный персонаж со всех сторон. Так, эту проблему вроде я рассказал. Следующая проблема будет, если вы захотели эту модель обзорскую закинуть именно в The Brush. Давайте теперь там рассмотрим, как все это дело будет выглядеть. Итак, открыта программа The Brush 2019. Lightbox мы закрываем. И нужно импортировать сюда модель вот эту вот. Так. Находим рабочий стол. Находим ту папку, в которой все это дело установлено. Жмем Mixamo 3. Вытягиваем модель. Вот таким вот образом она тут выглядит. Так, вот так поближе поставлю. И теперь нужно наложить на нее текстуры. Как это делается? Опять же, находим текстуры. Импортируем сюда ту текстуру, которая находится именно в папке вот этой, с этим персонажем. Итак, импортируем сюда. Нажимаем Import. Импортируем вот эту вот текстуру. Теперь ее тут выбираем. Следом, что нужно сделать. Так. Заходим в текстуры. Находим текстуры. И вот этой текстуре. Вот смотрите. Сейчас без этого сначала все сделаем, да? Попробуем просто подгрузить текстуры Map. Вот эту текстурку. И вы видите, как она накладывается. Если вы в UV Map начнете критом регулировать, вот подгонять, ничего такого у вас не получится. Значит, как это все дело ликвидировать? Находим текстуры опять же. Вот подгружена текстура, которая находится здесь сбоку. И нужно нажать Flip V. Вот когда вы Flip V нажали, развернули текстуру. Теперь заходим в текстуры Map. Находим в нее текстур. Подгружаем белый квадрат. Нажимаем на белый квадрат и подгружаем текстуру. Все. Вот такая вот штука решения вот этой проблемы. И текстура ложится так, как нам надо. Ну вот в принципе, ну сохранение. Нажимаете на экспорт и все сохраняется уже вот в таком вот виде. На рабочий стол. С отдельной текстурой уже без папки, а просто будет сохранено файл OBJ и вот эта вот текстура. Так, как можно сделать опять же Normal Map? Давайте, кто не смотрел предыдущие ролики, а вдруг это интересно. Что нам нужно сделать, чтобы сделать Normal Map? Зайти в геометрии. Нужно зайти в геометрии и вот здесь вот прибавить Ctrl D дивайдов. Теперь переключиться на один дивайд, ну на тот дивайд, который вам нужен, на самый низший. И находим Normal Map и нажимаем допустим Flip G. Вот эту и жмем Create Normal Map. Вот у нас теперь появилась Normal Map. Сохранять как лучше по отдельности от Normal Map. В принципе, если экспорт вы нажимаете, то должна сохраниться у вас сразу текстура вот эта и Normal Map. Но не факт дело. Бывает, что нужно сохранять Normal Map. Это вот делать и клон MME. Она экспортируется вот в текстуры и вам просто нужно экспортировать отсюда уже ее. Название опять же будет одинаковое. Нужно чуть-чуть поменять. Допустим Mixamo 3 будет Mixamo 4. И сохранить ее отдельно. Потом подгрузить уже в Blender. Опять же ролики по этой теме есть. Ну вот, словом, что и хотелось показать. Все, всем пока. До свидания.